Друг мой В заточении несколько суток Мы поймем, наконец, где скрывался рассудок Среди нефтеполитики и проституток В Яндекс.Музыке и на Эппл.ТВ Оказалось, что мы так ничтожны умишком И боимся всего, и здоровы не слишком Пролетела над миром летучая мышка И смахнула его крылом От Карибского моря до моря Азова Мир вдруг стал обездвижен, мир стал парализован Сквозь войну и по псу к нам прорвался шум зова И мы теперь за одним столом Это мысль наживает с каждым новым рассветом Среди этих людей я считался поэтом А теперь что тут скажешь и что о себе назомнишь? Я гадал, я искал, я решил незаметно Что я Супермен, на худой конец Бэтмен На меня победила простая летучая мышь Мышка летела, хвостиком махнула Мы уже надоели паспортам и иконам И стоптали весь дерн под кремлевским балконом И скалечили спины рабским полупоклоном Безразличием ко всему Я хотел бы, мой друг, после тьмы этой жатвы Знать, что зубы мягки и ладони разжаты И не пора ли уже поменять своих провожатых И разрушить свою тюрьму Эта мысль оживает с каждым новым рассветом Среди этих людей я считался поэтом А теперь что тут скажешь и что о себе возомнишь? Я гадал, я искал, я решил незаметно Что я Супермен, на худой конец Бэтмен На меня победила простая летучая мышь Мышка летела, хвостиком махнула Мышка летела, хвостиком махнула Мышка летела, хвостиком махнула Ой, ты мышка, чей ты бьешься над моею головой? Ты добычи, не дождешься, ой, ты мышка, я не твой. Маткульт, привет всем, друзья! У нас в гостях Андрей Басолович, он же кибердед. Да, но без очков, а то бы я сказал, привет, с вами кибердед. Привет, кибернуки, давно не виделись. Когда я стал думать о том, какие у меня вопросы, на меня стали сыпаться какие-то странные мелкие вопросы, и я вот скажу тебе, какая аналогия у меня. Вот аналогия, то есть я сейчас передам тебе суть всех моих вопросов сразу. Так. Одной картиной. Так. Ты был в Эрмитаже, ой, не в Эрмитаже, в этом самом, в Петергофе. Был. Все были. Все были. Там есть такие фонтаны, которых нет, а потом и он бьет. И ты гуляешь, гуляешь сухой, да, потом брах, и ты весь мокрый полностью, вот тебя снизу окатило целиком. И ты никак не можешь понять, вот разгадать, да, музыку этих фонтанов, когда они бьют, когда нет. Но в принципе, если ты побудешь там час или два, ты можешь записать информацию и поймать циклы. И после этого ты можешь показывать фокусы, что ты 15-20 минут абсолютно спокойно сухой ходишь, вокруг там-там бьют фонтан, проходишь в то место, где он только что бил, сзади тебя тут же фонтан. То есть, как бы ты хакнул эту систему всю, ты сухой, вышел из воды, вот из этих бьющих фонтанов. Вот аналогия с тем, что происходит в киберпространстве, вот в том, что она нас свалилась последние там 10 лет, по-моему, примерно такая. Вот что надо понимать, в какие моменты какие фонтаны будут бить и остаться сухим. Как это сделать? Супер, но у меня сейчас перед глазами прокатилось три или четыре ситуации. Первая ситуация, первая часть ситуации, я на ней очень долго думал, ну, я когда-то занимался программами прогнозировать, и, соответственно, набежал народ, который этим прогнозируемым занимается на фондовом рынке. Всякие трейдеры, ну, такие, у кого и деньги есть, и возник вопрос, жизнь вообще прогнозируемая или нет. Потому что, если да, то возникнет белая кость. Ну, может быть, для этого нужны суперкомпьютеры. В окне где черная и белая кость. Одни будут прогнозировать лучше всех и зарабатывать, другие будут подбирать крошки со стола. Вот, и разными способами эту задачу решали, пока не вышла книжка «Черный лебедь» Нассима Талеба. Вот, если в двух фразах пытаться своими словами пересказать, что когда только-только. Ты нарисовал себе план, как движутся твои фонтаны, и начал, готов показывать фокус. В это время прилетит «Черный лебедь», там, все перевернется с ног на голову. То есть победит не тот, кто хорошо сумел сориентироваться в пространстве. Раз, победит не тот, кто лучше других предскажет прилет этого «Черного лебедя», это, кстати, невозможно. Победит тот, кто лучше других к этому сможет быстро приноровиться. Ну, то есть, когда фонтан грохнул, все-таки неожиданно тебя катило. Вот как в этот момент дальше высушиться, сохранить, продолжать, получать удовольствие от жизни. Вот, и вот это вот первая часть твоего вопроса. Но ее сейчас сформулировал не я, ее больше 10 лет назад сформулировал Греф. У меня к нему отношение сложное, но эта фраза была гениальная. Он сказал, что в этом мире победит тот, кто научится управлять скоростью изменений. То есть, мир вокруг меняется. То есть, не то, что, беда, в чем с фонтанами, там схема повторится. Посмотрим, ну, это как качели на ветру. Я посижу, я через 5 минут, вот такой эксперт по качели, он сейчас налево пойдет. А сейчас, смотри, сейчас направо пойдет. А сейчас, глянь, сейчас опять налево. Ее, там, колдун. Вот, а если кто-то подойдет, треснет по качелям, там, фазовая диаграмма слетит, все, у меня, моя экспертиза пропала, а новой у меня нет. Вот, поэтому надо приноравливаться. Вот это вот, пожалуй, более важная вещь, что мир очень быстро меняется, в него надо вписываться. Это раз. Второе, тем не менее, какие-то простые правила в нем есть. Вот, дальше, эти простые правила во многом пришли из реального мира. Вот я сейчас, у меня даже, жалко, с собой визитки нет, у меня на одной пачке визиток написано менеджер по связям с реальностью. То есть, я реально, меня потому что спрашивают про цифровой мир, а я всем пытаюсь объяснить, что он будет жить по законам нормального мира. То есть, допустим, вы придумали крипту и сказали, мы теперь отвяжемся от государства. Да вы не отвяжетесь от государства, вы ляжете под бандитов. Ну, там, где нет государства, там Талибан. Про криптовую я еще попросу спрашиваю. Ну, бог с ней. Так вот, значит, то есть, в меняющемся мире есть простые правила. Это правила из реального мира, и многие из них, вот цифровая гигиена, она не сложнее, чем обычная гигиена. Вот. Зубы почистить, руки помыть. Что это такое, цифровая гигиена? Ну, сначала давай оглядимся. Итак, мы проснулись на новой планете, планете интернет. И на этой планете произошло событие. Жена уехала на выходные к маме. Муж остался один в квартире. Так. В субботу утром у жены на руке писнул фитнес-браслет, который следит за тем, чтобы она там держала себя в тонусе. Фитнес-браслет ее похвалил, что, судя по всему, она хорошо провела последнюю неделю, потому что он видит, что прямо сейчас она встала на весы в своей квартире и весит 59 килограмм, что для нее очень-очень хорошо. И она поняла, что прямо сейчас в ее квартире кто-то, где должен быть один муж, кто-то встал на ее весы, и это кто-то килограмм на 50 легче, чем муж. То есть, итак, загибаем пальцы, вступив в преступный сговор, фитнес-браслет с напольными весами, сдали неверного мужа. Вот, пять лет назад, если бы я эту историю рассказал, кто-нибудь вообще понял, о чем речь. Сейчас это правда, это реальная история, так было. Вот, то есть, мы проснулись на планете, где за нами шпионят гаджеты, где цифровые устройства принимают за нас решения, могут даже нас похвалить или поругать. Где во многих задачах участвуем не мы, а наш цифровой профиль. И он важнее, чем я сам. Ну, допустим, у меня реально был случай, вот, не так давно, мне в родном банке нужно было получить банковскую гарантию на крупный контракт. Вот, и мне, как взрослому, выделили персонального менеджера, там, девушка сидит напротив, мы с ней разговариваем, она говорит, подождите, сейчас наш робот вычиснет, оценит ваш цифровой профиль, вот, и примет решение, значит, давать, можно ли вам выдавать эту банковскую гарантию или нельзя. То есть, вместо, мы сидим за столом, нам просто пушку девать некуда, вот, двум взрослым людям. Какой-то бот, робот, вычисляет свой цифровой профиль и по нему будет определять, да, можно ли мне доверять или нельзя. То есть, я уже, если я сам исчезну, этот бот даже не заметит. Вот, то есть, и так, появляется очень много, не то, что новых сущностей, а там, я бы сказал, новых измерений, к которым мы просто не готовы. Вот, поэтому, если так, не пытаться пугаться и бежать во все стороны сразу, то, что здесь, ну, вернемся к общечеловеческим ценностям. Первое, главная ценность, личная свобода. Ну, я это много раз оценивал, что иногда оказывается, что больше денег и меньше свободы хуже, чем больше свободы и меньше денег. Вот, реально. Вот, ну, я это совершенно осознанно говорю, причем иногда даже больших денег все равно хуже. Да, 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 да. Я замечал, стоит тебе сказать что-нибудь, не знаю, про турпоездки, про обои там, про какой-нибудь, не знаю, куриные крылышки. У тебя начинает лупить контекстная реклама. Дело в том, что я не пользуюсь современным прибором. Вау, вот, вот это, вот это может быть первый уровень свободы, то есть, там, где не надо, там, где не надо, не надо пользоваться. Да, и я, кстати, не так давно понял, телефон это, чтобы позвонить. Это не чтобы мне звонили или мне что-то предлагали, когда мне надо позвонить, я его доставлю, позвоню, в остальное время мне надо не трогать. А там, то есть, включение телефона не гарантирует, что он не слушает? Абсолютно не гарантирует. То есть, на самом деле, по-первых, в любом устройстве должна быть энергонезависимая память, энергонезависимый устройство, ну, хотя бы, чтобы в нем часы шли. Вот, и там, поддерживать некоторые, знаете, самые текущие настройки. Вот, то есть, у него всегда есть что-то включенное. Кроме того, у него всегда есть режим SOS. Даже тебе кажется, что у тебя денег нет, у тебя все отключено, он все равно свяжется. Кроме того, у нас от старой жизни осталось много заблуждений. Первое, что если что-то отключаю в настройках, оно отключается. Любая кнопка «отключить» означает, вот этому больше не показывать. А, вот так. Да, то есть, если я говорю «отключить видеокамеру», «отключить микрофон», он говорит, хорошо, я тебе больше, я лампочку погашу, чтобы ты не видел, что он работает. Вот, кроме того, у нас есть еще одно от старой жизни, как бы еще один пережиток. Мы смотрим на кнопочку «удалить» и думаем, что оно означает «удалить». Вот здесь уже без всякого шпионажа, без всякой злой воли, в распределенных системах, в массовых ресурсах, кнопку «удалить» работать не может. Ну, просто были бы очень дорогие сервера, если бы там они бегали и каждую запись удаляли по нашей просьбе. То есть, когда я удаляю всю переписку почты? Это просто, да, эта запись лежит, ну или почта, она лежит вот так веером в пяти местах на разных континентах. В одном месте лежит индексный файл, который показывает, где копии. В этом индексном файле просто появляется строчка. Вот этот человек вот эту запись в этот момент захотел удалить, вот ему ее больше не показывать. Она ли будет лежать, где лежала? А такой вопрос, вот если для этого нужно, чтобы потом обнаружить все-таки какие-то мозги, да? Потому что… Нет, 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 все, сама платформа это видит, неважно, это Facebook, там, ВКонтакт, Теглограмм, кто угодно. Вот, спецслужбы той страны, которая подчиняется этой платформе, все видят. Любая партнера, их больше, ну, когда начали глушить партнеров Facebook в Китае, выяснилось, что их вообще-то больше полусотни. То есть, если ты что-то оставил в Facebook, то 50 китайских компаний. Это видят, кроме самого Facebook. Вот, то есть, на самом деле, все, что мы делаем, не удаляем. Соответственно, как бедному крестьянину выжить? Ну, во-первых, по минимуму использовать гаджет. То есть, не нужно, ну, если есть сомнения, использовать не использовать. Не использовать, да? Второе, везде, где есть настройки, настраиваешь, что это чужой. Чужой компьютер, чужая недоверенная сеть. То есть, никогда не оставлять, не оставлять запомнить пароль там. Это работает, да? Ну, это частично работает. То есть, на этом устройстве твой профиль не будет сохраняться, оно не будет. Потому что на своем личном ноутбуке, который только с тобой... Понимаешь, гораздо удобнее, если это твой ноутбук, просто представить себе либо хороший образ и его лепить. На своем ноутбуке я, допустим, пусть все считают, что я увлекаюсь живописью, я буду смотреть картины. Тогда он запомнит, что ты увлекаешься живописью и смотришь картины. Ну, проще всего сделать вот что. У тебя наверняка есть хоть какой-то сервис. А, ну как? Есть YouTube. Любой сервис, связанный с Google, порождает твой профайл Google. Ну, привязывает тебя к Google. Да, конечно. В Google, ну, YouTube сразу. Вот. Да, YouTube, кстати, честнее других, он сразу в твоем адресе, в аккаунте показывает твой личный идентификат. А что теперь везде, где ты появишься, YouTube к тебе будет привязывать вот эту вот строчку. Что этот теперь в почту зашел, а теперь у него включился будильник там, а теперь яичницу включил на умной сковородке. Так вот, есть куча статей, они одинаково называются. Там 6 команд, что обо мне знает Google, 15 команд, что обо мне знает Google. Ты их можешь просто запустить, он расскажет, как он тебя сейчас видит. Чем ты увлекаешься, сколько тебе лет, куда ты ходил, что ты читал, под какую музыку ты просыпаешься там. Ну, мало не покажется. Причем, что интересно, вот, чего обычно не знают. Он запоминает голосовые команды, все какие-то набирал. Типа Google, ты окей, Google, ты что, придурок, дай мне то-то. То есть, ты с ним пытался разговаривать голосом, он это пишет. Многие платформы, тоже народ не знает, многие платформы записывают не только то, что ты написал, но и то, что ты подумал. Как это сделать? Ну, ты начинаешь набирать там, не знаю, мутин пудак, потом передумал, стер, а напишет, но нажатия клавиш были. Напишет, в этот момент этот человек начал набирать вот это, а потом стер. Все-таки из головы напрямую пока нет, да? Нет, 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 из головы напрямую это пока только маска. Вот, вот вопрос, да, очередной вопрос, который у меня есть. Будут ли ловить мысли, реально это или нет? Сейчас, ну, к сожалению, мы вторгаемся в сферу, где сейчас набегут хейтеры и правильно сделают, потому что я ни разу не спец, но меня сейчас просто из-за всяких стрелков в школах в эту тему все время тянут. Так вот, из-за стрелков в школах мне самому приходит, ну, можно ли прочитать мысли преступника, ну, спрогнозировать. Мысли преступника. Так вот, забыл, как его фамилия, да, ну, во-первых, рассказ помню, во-вторых, есть, сейчас вспомню, как его звали, короче, итальянский врач, который начал исследовать особенности мозга преступника. Вот, потом, он при этом был евреем, у него получилось, что евреи там самые умные, а у других там мозги похуже, а вот эти вот склонны, а вот эти нации вообще склонны к преступлениям. Вот, потом, поскольку на этом вырос нацизм, его сильно потоптали, сейчас, к моему, я даже в себе не разберусь, то ли страху, то ли такой надежде, эти исследования возвращаются. То есть, реально у многих людей можно вычислить процент склонности, что вот, причем на больших числах. То есть, нигде нет 100%, что это пойдет воровать, но проверяли там дети с вот таким строением мозга, вот из таких семей, которые никогда не видели родителей, родители были преступниками, ну, там выбирали преступников, которые сделали там не меньше, чем по три преступления. Вот, их детей у них изъяли в детском возрасте, они преступления сообщают, совершают чаще, чем люди с другим строением мозга. Вот, то есть, какой-то анализ мозговой деятельности и прогнозы на эту тему сейчас, во-первых, это передается, во-вторых, это начали интенсивно исследовать, вот, и я подозреваю, что сейчас, ну, там куча этических проблем, но я подозреваю, что эти этические проблемы довольно быстро потопчут, и начнется такое вселенское разделение на белую и черную кость, что этого не пускаем, поскольку он может вилку стащить со стола, вот, а вот этого пускаем. Ну, китайцы пошли еще дальше, им уже не надо вживлять эти самые электроды в мозги, вот, у них там 600 миллионов видеокамер уже частично стоит, частично будет установлено, и у них введена система социального кредита, так называемая, которая просто тебе назначает баллы. Но, правда, опять же, от себя могу рассказать байку еще про одну женщину уже без фитнес-браслета, то есть, одна известная китаянка начала регулярно получать письма счастья, что она дорогу перебегает на красный свет, причем из городов, где ее и не было. Как так получилось? Оказалось, что это модная телеведущая и ее портрет наклеен на автобусы в Китае. И видеокамера, система видеонаблюдения на перекрестках фиксирует, что девичье лицо пересекает перекресток со скоростью 60 км в час, когда пешеходам путь запрещен. То есть, система достаточно умная, чтобы распознать девичье лицо, распознать факт нарушения, вычислить ее саму, ее адрес и выслать ей счет на оплату штрафа. Но этим системам никто не объяснил, что первая девушка не бегает со скоростью 60 км в час, максимум 36. Это Усейн Болт только. И даже если найдется такая девушка, которая будет с такой скоростью бегать, у нее лицо точно не будет размером 2 на 3 метра. Тем не менее, мы сейчас полностью зависим от этих взбесившихся роботов. Что с этим делать? Потому что мне приходят письма одно за другим. Человек получил вмененную, что-то такое, вмененное выселение откуда-нибудь из квартиры, и ничего не может сделать ни один чиновник, потому что эта система зациклена на себя. Нет, 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 тут с выселением и прочим. Там целый веер ситуации, но если загибать пальцы, меня дальше можно не слушать все, что я буду советовать, потому что вот сидит пострадавший, человек с довольно редкой фамилией Масолович. В стране 700 Масоловича, из них примерно 150 активных. Из-за того, что у меня работа связана с интернетом, меня там светлый образ перебивает остальных, хотя есть художница Масолович, есть известный адвокат, есть писатель, в общем, хорошие люди. Но среди однофамильцев нашелся один непутевый по имени Владимир Масолович, 6 месяцев в колонии-поселении за разжигание национальной розни. И он попал в базу нежелательных персон на массовых мероприятиях. И когда был чемпионат мира по футболу, я иду, никого не трогаю в Лужниках, ко мне подходит наряд, причем по-взрослому, там калаш, палец на предохранителя. Господин Масолович, да, паспорт, пожалуйста. Я даю, ой, а вы Андрей, да. А у вас есть брат? Я говорю, у меня есть брат, зовут Станислав, живет далеко. Нет, а Владимир? Я говорю, Владимир, это однофамилец. Вот я знаю, о ком он речь, 6 месяцев в колонии-поселении. Ой, а как похож? Я говорю, да это не он похож. Ну, он смотрит у себя на планшете, что у него... Перепутала система. Да, я говорю, это не он похож, это руки из жопы. У кого? Я говорю, у ваших коллег, которые заполняли базу. Потому что они, видимо, в интернете набрали в поиске Владимир Масолович, не понимая, что если есть активная однофамилец, перебьет. Перебьет, да, будет появляться. Но у меня просто фотографии тегированы. Вот, и вот что с этим делать? Да, вот вопрос, да. Вот реально, то есть где-то в цифровом... Ну, правда, не я первый, первый был, я проводил расследование. Первый был Ирод Великий, который там в одной из версий Евангелия попал в историю, что избиение младенцев. Вот никому в голову не пришло проверить, что он вообще-то умер за четыре года до описанных событий. Вот, просто он попал в базы, его цифровой профиль теперь приводит к тому, что две тысячи лет его словом Ирод уже ругаются. Вот, хотя человек вообще ни при чем. И удалить себя из баз он не может. Вот, сейчас вот та же самая история. То есть, итак, рядом с нами начинает возникать цифровой след. То есть любое действие, которое мы делаем, неважно, финансовое, по бизнесу, домашнее, вплоть до самых безобидных, вплоть до таймстампа. Например, многих хакеров, ну это предпочтительные часы работы. Многих хакеров вычисляют именно по таймстампу. Так. Что из десяти подозреваемых, вот, похоже, вот этот. Потому что именно он выходит с трех до пяти. А все атаки происходят с трех до пяти. А-а-а. Одного журналиста вычислили, когда три года назад была массовая такая деанонимизация телеграм-каналов. Ну, помнишь, были там всякие футлятли виолончели, там, усы Пескова. Их одного за другим вычисляли. И вот одного вычислили именно по предпочтительным часам работы. Они у него были сдвинуты. Так вот, за нами начинает тянуться цифровой след. Любое действие оставляет зарубку в целом мире. Эти следы потихоньку начинают объединяться и уже объединились в цифровой профиль. И сейчас вот мы переживаем момент, когда этот профиль живет своей жизнью, и мы ему уже не нужны. Как с этим бороться? Первое, можно прийти в свой родной сбер, написать заявление, что все сделки выше пяти тысяч, только при моем личном присутствии. Никаких, никаких переводов, никаких. Второе, завести две карты. Одну с основными деньгами положить в сейф, нигде не показывать, ни к чему не привязывать, там, пусть лежит. На вторую класть там три тысячи рублей, которые нужно надеть, чтобы если все сопрут, то все сперли. Вот с этой карточки. Вот это интересно. То есть с помощью цифрового профиля можно украсть деньги? Запросто. Вот так. Тем более сейчас в цифровой профиль входит подтверждение некоторых операций по голосу. Например, голосом можно запросить остаток на счете. Записать голос человека по телефону на раз. Алло, это такой-то? Да, все. Человек звонит, нажимает кнопку, хочу узнать остаток на своем счете. Система говорит, подтвердите голосом, скажите слово «да». Включает «да». Все, твой голос. Но я сейчас чуть-чуть упрощаю. Это остаток на счете, но это еще не воровство. Но после этого можно вытащить пароль, да? Нет, нет, следующий шаг. Так, допустим, юридически значимые действия через всякие госуслуги. Для них нужен так называемая цифровая подпись. Она бывает простая, бывает квалифицированная. Ее, по идее, без моего присутствия получить нельзя. Ну, то есть, никто подменит. Ну, если она в чьи-то руки попадет, это хуже, чем потерять паспорт. Потому что по цифровой подписям, по квалифицированной подписям можно квартиру продать. Вот. Но ее нельзя получить без меня, но ее можно продлить без меня. Собственно, может прийти другой человек с доверенностью. Сказать, я пришел продлить подпись вот для него и унести ее с собой. И так было. Вот. Поэтому, вот если простым этим самым бедному крестьянину рассказывать, то первое, если действительно начинается паранойя, что я этого боюсь и есть что терять, надо везде оставить заявление, что все действия только в моем личном присутствии. Никаких электронных подписей, никаких доверенностей, никаких банк-клиентов, только лично. Вот. Второе, разделить, ну, кошельки и жизни. Вот. Мои важные документы и важные деньги, они лежат в сейфе, я их ни к чему не привязываю. Вот. У меня деньги там на сегодня. Там разъездная машина. Вот. Дальше. Положить. Это, кстати, уже всех касается, особенно всяких бабушек. Положить на стол молитву из двух фраз. Вот. Листочек, на котором написано молитва. При любой непонятной ситуации эту молитву вслух зачитывать. Ну, когда кто-нибудь звонит со словами там. Вам звонят из службы безопасности Сибербанка, у вас на счету подозрительная активность. Берешь листочек, зачитываешь. Там две фразы. Первое. Кажется, меня хотят развести. Второе. Следующую минуту я буду это проверять. Вот если это просто вслух произносить. Уверяю, половина этих самых, половина звонков от службы Сибербанка отпадет. Ну, а заодно у самого мозги включат. А ведь правда меня сейчас, похоже, разводят. Похоже, это надо проверять. То есть, на самом деле, любой звонок или любое действие, которое ты в прошлую минуту не собирался делать, означает, что ты сейчас жертва социальной инженерии. Хорошо, если тебя впарят какие-нибудь подгузники или пиво впарить. Хуже, если на то, чтобы ты продиктовал СМС-ку со своего телефона. Ну и, пожалуй, есть много таких простых правил для жизни. Но, пожалуй, самое главное и самое простое правило, живите по заповедям. В камеру говорю. Потому что, не представляешь, тебе по своей части письма приходят, мне по моей части. Не представляешь, сколько писем там. А, мои конкуренты, там, сволочи, звери, они люди, они сняли, как мы пьяные в мундирах танцуем на столах и выложили в YouTube. Вот, что за сволочь это сделала, там, давай уберем эту дрянь из интернета. Я говорю, слушай, так все проще. Не танцуй в мундире. Завяжи правила. Нет, не танцуй в мундире. Если напился пьяным, разнеться до гола, танцуй голышом. Тебе только лайков прибавят, вот реально. Ну, был, я сейчас не шучу, был такой случай, там, три молодых девахи, немки, голышом снялись на пирсе, там, у какой-то речушки. Вот такая старая черно-белая фотография, и одна из них была Ангела Меркель. И ей попытались как-то использовать компромант, нифига подобного. Все начали обсуждать, она ничего, она нет и нормально. То есть ей это никакого вреда не причинило. Вот, и живи по запаху, не танцуй пьяным в мундире на столе. Потому что все, что ты сделал, во-первых, останется в интернете, во-вторых, останется навсегда. И, к сожалению, от этого не... Так, слушай, вот когда я вношу, когда я покупаю билет на самолет, на поезд, там постоянно какие-то пароли, которые, значит, мне приходят, я их вношу, там где-то записываю. А вот где-то в другом месте можно это сочетать теоретически? Смотри, есть... Чтобы потом тоже самое проделать свои... Есть несколько ситуаций. Вот, первое, самый большой подарок, который ты делаешь хакеру или злоумышленнику, это повторяемый пароль. То есть ты используешь пароль, который уже где-то использовал, вот это кирдык. Потому что старые пароли, скорее всего, уже перехватили. Их очень легко перехватить, во-первых. Во-вторых, несмотря на всю обилие техники, там и фильмов про шпионов, оперативнику, если ты ему понадобился, гораздо проще заразить твой компьютер, ну и хакеру, и все с него стащить, чем пытаться перехватывать каналы, анализировать там, расшифровывать твои сообщения. Вот. То есть, скорее всего, твой компьютер или устройство уже в чужих руках побывало. Поэтому старые пароли нельзя использовать. Ну, раз в квартал их надо менять. Даже с тебя там никто не трогал. Хотя это бесчеловечно, я понимаю. Вот второе, вот самое даже, пожалуй, это второе. Первое. Нельзя использовать одинаковый пароль на двух разных сервисах. Для каждого сервиса свой. Третье. Нельзя делать пароль, привязанный к твоим обстоятельствам жизни. Дата рождения, фамилия набрана английскими буквами. Вот. Дальше. Есть простые правила, так называемого уровня криптостойкости. Вот сейчас они считаются не менее восьми символов, не менее одной цифры, одной буквы, не менее одной маленькой, одной большой буквы, не менее одного служебного символа. Понятно, что ты не запомнишь, поэтому надо где-то записать. Тут существует два пути. Есть, называют, менеджеры паролей, ты у себя на устройстве ведешь табличку. Но ни в коем случае не надо ее ввести открыто в Excel. Один субъект по имени Дмитрий Анатольевич так сделал. Вот он ввел. У него списочек паролей был в облаке, когда ему сломали его iPad, попали в его облачное хранилище, нашли там список паролей от всех его устройств. Но, правда, надо отдать должное. Злоумышленники год за ним наблюдали, пытаясь из его деятельности вычленить что-нибудь, что можно продать ценного. За год ничего. Не танцевал пьяный на столе? Нет, я имею в виду какую-нибудь важную информацию, которую можно было бы продать как-нибудь службам других стран или бизнесменам. Оказалось, за год человек не умудрился не сделать ничего, что представляло бы интерес. Ну и в итоге они от тоски спалились. То есть они начали от его имени писать в твиттере, после чего уже вмешалось в ФСБ и их всех накрыло. Но началось именно с того, что человек хранил табличку с паролями. То есть есть менеджер паролей, есть специальная программа, в которых можно это хранить. А табличку он взял из интернета и каким-то образом выцепил из его компа? Нет, из его компа выцепили доступ к его компу. Ну просто сумели добраться до его компа, а там был доступ к облачному хранилищу. Ну точно так же как ты можешь зайти в Google, нажать Google диск и у тебя откроются файлы, которые лежат не здесь, а там. Там среди файлов лежал файл с паролями. Так делать не надо. Вот. Дальше можно запоминать в голове, можно держать шифроблокнот. Можно придумать какую-нибудь фишку. Например, вот я долго, сейчас я по-другому делаю. Раньше у меня долгое время, если кредитка, то пин-код в кредитке, это были цифры из другой кредитки. Они всегда перед глазами, но никто не знает. Никто не знает, да. Никто не знает где. Вот. То есть мне не надо какие-то бумажки. Кстати, если ты там в банке в очереди перед банкоматом посмотришь, увидишь, что перед тобой стоит 3-4 человека и 1-2 обязательно, подходя к банкомату, открывает кошелек, достает карту, заглядывает в кошелек, набирает пин. Ну то есть он, у него в кошельке лежит бумажка где-то записано. Я вот очень часто это наблюдаю. Вот так делать тоже не надо. Вот. Ну кстати, у меня был случай, я, поскольку через руки по работе проходит много всяких там логинов, паролей, разных, от почты, от соцсетей, там корпоративных. Вот с этим работа связана. И я решил провести исследование. Блондинки против хакеров. Я выбрал штук 100 логинов явно таких блондинок. Там блонди, супер блонди, я блондинка, я креветка. И составил табличку с паролями. И штук 100 там хакеров или админов. Там админ, супер админ, хакер, кул хацкер, я бог таких. Вот. Вот и выписал их пароли и сравнил. Ну, не скажу, что блондинки чисто выиграли, у них сложный духовный мир. Иногда непонятно, зачем они такие пароли делают. Но, во-первых, супер хакеры чисто проиграли. То есть человек называет себя супер админ или супер хакер. У него или цифронаборник, там 1, 2, 3, 4, 5, 6. Или Кверти, или там фамилия набита английскими буквами. Или его Аська, или его номер телефона. То есть то, что бьется буквально в три касания. Вот. И чистую победу одержала девушка с длинным паролем, с случайными служебными символами. Я долго не мог понять, что же она такое породила. Потом посмотрел на клавиатуру. Там, по-моему, то ли 14, то ли 16 символов. Пароль такой реально длинный. Посмотрел на клавиатуру, а оказалось, что это набранная в английской раскладке русская фраза «Почему я такая дура». Во! Этот пароль всегда с собой. Его не надо нигде записывать. Его хрен подбереваешь. Он сломает любой брутфорсер. То есть, ну, программа автоматического взлома пароля. А? Как ты его выводил-то? Нет. У меня просто, у нас стоит программа, так называемый, чекеры, которые следят за утечками. Вот. И нам в руки попадают много чужих паролей. Ну, там, если... Сейчас на камеру говорить не буду, потому что я сейчас могу малолетним проанношутере много чего наподсказывать. Но, кому интересно, у меня на канале Кибердед есть один ролик, где я показываю там команду, где буквально, ну, сотни чужих паролей попадет в руки за минуту. Вот так. Кошмар какой-то! Как страшно жить! Да! Слушай, ну, вообще, я, честно говоря, да, я не ожидал, что настолько все запущено. Вот. Но, на самом деле, первое, теперь начну успокаивать. Да. Первое, личность как личность почти никому не интересна. Она интересна отчасти государству, ну, просто там, как источник возможных противоправных действий. Вот. Она интересна коммерческим платформам, включая всякие соцсети, просто как покупатель. Да. Чего мы тебе еще не доспарили. Да. Вот. Это понятно, что это уже зашкаливает за все мыслимые пределы. Но копаться лично в грязном белье и потом из этого извлекать какие-то прибыли они не собираются. Им это не надо. Оно само получается, но они просто все видят, все слышат, что происходит. Вот. Другое дело, там, хакеры, вымогатели, это да. Поэтому устройство все-таки надо ограждать от чужих рук, чужих, ну, и тем более, там, фото-видео-архивы от чужих рук, чужих глаз. Вот. Поэтому, во-первых, личное досье против кого-то там не копится, спецслужбы, то есть паранойю заводить не надо, спецслужбы специально ни за кем не охотятся. Вот. А если охотятся, то они решают свою задачу, им гораздо чаще и гораздо важнее не то, что ты говорил или там, как ты при этом выглядел, тем более, а состав организованной группы, с кем ты говорил. Ну да. То есть им важнее вычислить соучастников, чем прослушать, собственно, о чем вы говорили. Потому что они тоже, взрослые люди, понимают, что вы не будете обсуждать, что там, я захвачу с собой бомбу 3 килограмма, там спрячу ее в бидоне. Вот. Ну, ясно, что там по тексту понять трудно. Вот. С другой стороны, сейчас возникают проблемы гораздо более серьезного свойства. Во-первых, вот этот тотальный шпионаж сейчас приведет, он реально тотальный, приведет к тотальному профилированию, когда просто частной жизни не останется. Ну, то есть, все, что за тебе. Да. Просто нет такого понятия, как частная жизнь. Да. Ну, вот, расскажу первую часть правды, я ее знаю, вторую часть не знаю, но готов поверить. Первая часть правды в Японии выпускают, в секс-шопах продаются интеллектуальные куклы, которые там подстраиваются под темперамент покупателя. Вот. Эти интеллектуальные куклы этот темперамент анализируют, если видят, что у него повышены некие пределы агрессивности или тяги к малолеткам, а не кукла, то есть кукла из секс-шопа стучит в полицию. Это, это уже правда, это мир, в котором мы живем. Вот, вторая часть правды, те же самые, те же самые японцы выпускают там, извините за подробность, умные унитазы, которые делают анализы по ходу дела, вот, и сообщают в больницу и тебе. И, вот, я жду, осталось полшага, когда этот унитаз догадается завести аккаунт в ютубе и начать выкладывать, или в тик-токе, и начать выкладывать фотки, вот тогда, вот тогда будет пикерный. И ты сел на унитаз, и он такой, крык, вы арестованы, по вашим экскрементам я вычислил, что вы только что совершили убийство. Да, и выпили кровь жертвы. Да, да, что вы, что вы, каннибал. Ужас. Нет, это часть нашего милого мира, в котором мы живем. Да. Но, кстати, сказать... А вот, скажем, вот логика, вот смотри, в этом смысле есть некоторые кардинальные решения. Но кардинальные решения издалека, по крайней мере, похожа община Стерлигова. Ой, я умоляю. Ну... Что про это ты думаешь? Ну, я... Это кардинальное решение или ни хрена? Понимаешь, я не, как бы это помягче сказать, не люблю надрыва. То есть, я ценю и уважаю взгляды, они могут быть разными. И на самом деле, если взять высказывание Стерлигова и там кое-что поспокойнее почернуть карандашом и вот это спокойно зачитать, я даже с этим согласен. Так. Вот, там всяких там... Когда он педиков гоняет или когда он говорит, что купеческое слово может обойтись и без подписи, в это я готов подписаться. Короче, община Стерлигова не... А проеводство электронного этого отказывается? Ну, это не выход. Это все равно как станки ломать. Ну, станки ломали тоже. Станки ломали. Нет, но это я понимаю, что идея в чем? Что все равно... Но все-таки, если они так решат, они заметны или они не заметны? Ну, во-первых, их мало. Во-вторых, правда не в этом. То есть, вот из тех... Ну, я тоже ни разу не политик, ни разу не юрист, но из того, что я вижу, там правильнее сейчас открыть старые книжки, начиная с капитала, и просто в нескольких местах дописать слово цифровой. То есть, началась цифровая эксплуатация, цифровое неравенство, цифровой колониализм. То есть, то, что сейчас происходит, ведь, если вдуматься, мы боимся за такую маленькую там свободу, что нас тут голышом где-нибудь прищучат или там не с той девушкой, или там из кармана 3000 украдут через смс-ку. На самом деле, хуже другое. Вот, если человека эксплуатируют капиталист, капиталист можно обманывать, ему надо поспать, ему надо пожрать, ему можно поулыбаться, ну, короче, можно как-то себе жизнь облегчить. Если ты водитель, и тобой управляет система умного такси, там, не знаю, Яндекс.Такси, Uber или прочее, ее не обманешь, она эффективна, стопроцентна, и она из тебя выжмет все соки. Вот, что сейчас будет происходить. Люди этого не понимают, это страшнее, кстати, чем там, то, что тебя, у тебя этот самый смартфон подслушивает. Вот, то есть, человек туда вписывается, думает, классно, я приехал в другой город, мне не надо ничего устраиваться, взял машину в прокате, все, я рулю, и мне прям сегодня деньги капают. Потом начинает замечать, что хватает только на доширак. Вот, принимает решение, блин, это потому что я 8 часов работаю, давай-ка я буду работать 12. Начинает работать 12, вот, ему начинает чуть-чуть накапливаться, но это чуть-чуть, с месяцами начинает уменьшаться. То есть, система видит, что можно и больше. Вот, и он при этом абсолютно бесправен. Поэтому открываем Маркса в сельской библиотеке, собираем кружок, выпускаем газету «Искр», начинаем бороться. Ну, то есть, нужны, если не партия, ну, какой-то профсоюз, там, профсоюз цифровых бесправных пролетариев. Вот это очень интересно, то есть, вот сейчас идут там разные, вот я бы сказал так, вот, ну, понятно, с точки зрения нормального такого профессионала в кибербезопасности, есть там много организаций, там, родительских, там, мамаш, которые дуют на холодное, да? Да. То есть, ну, как бы, вот, очень сильно там, родительское движение очень против того, чтобы вводить цифровые, значит, профили в школе, там, против вот этого, значит, против насаждения цифровых технологий, таких вот сверху и прямо из Минцифры, там, из Минобра, Минпроса, но, как бы, может быть, они делают неправильно, но идея, ну, как бы, идея их понятна, то есть, ну, они... Ну, что правильно делать здесь? Ну, честно, не берусь, потому что мы все проснулись, там, на меняющейся планете, которые, как бы, миры рушатся, а самое главное, между понятными мирами возникают трещины, и они начинают расползаться, там, непонятно, куда перепрыгивать, что хорошо, что плохо с мамашками, вот, во-первых, я сейчас, там, всех полклонников в интернете растеряю, но есть эффективный способ, например, уменьшить подростковую преступность и подростковые, так называемые, последствия девиантных отклонений подростков, если просто в каждом классе, где мамашки собираются в группу, там, в WhatsApp или в Viber, в эту группу подсаживать ботов, ну, допустим, под видом учителя, учитель говорит, дайте я к вам впишусь, ну, или кого-нибудь, чтобы бот видел, о чем говорят мамашки, это гораздо более хороший индикатор, чем любые попытки, там, сейчас анализа цифровых профилей самих подростков, потому что матери видят, кто дома не ночует, у кого что-то не так, и можно подсказывать, что вот есть вот такая вот луковичка, посмотрите, если у вас у сына на смартфоне или там на ноутбуке, это луковичка, ну, Тор, значит, он лазит в Даркнет, значит, его уже потянуло не туда, в Даркнет, за хорошим не лазят, вот, а если там у него дискорд, то еще ничего, вот, это раз, второе, в чем правы мамашки, этот процесс нужно замедлять, почему, я просто по опыту, по старому опыту, знаю, насколько хреново-то, точнее, от слова, никак, защищены данные в школах, вот, и данные, которые будут собирать со школы, а там есть, а там есть самое, самое паршивое, что там есть, пожалуй, самые ценные данные, которые ценнее, чем наши, там, политические убеждения или покупательские предпочтения, или даже сексуальные, там есть данные медицинские, вот, и вот, если они потекут, то, если у какого-нибудь восьмиклассника, там, вытекут данные, выяснится, что он там, извини, в восьмом или в девятом классе, там, по ночам писается, вот, одноклассники затравят, он вены тиснет, и вот, ну, будешь перед создателем отвечать, то есть, вот тут я мамашек понимаю, то этот процесс надо замедлять, потому что данные сейчас реально беззащитные. Вот, можно ли принять какие-то законы против... Это не вопрос законов, это вопрос технического исполнения, то есть, нужно так сделать, чтобы это было технически невозможно. Ну, например, вот один из путей, которым идут в западном мире, могу предсказать книги, мир недалекого будущего, вот, мы про крипту, слава богу, не говорим, но от нее можно оставить блокчейны. Ну, про крипту я хотел спросить. Хорошо. Вот, короче, сейчас технически возможно сделать хранение данных гарантированной персонифицированной раздачей, что вот мой анализ мочи, я его показал вот этому, я его показал вот этому, а этот показал вот этому, ну, то есть, если он где-то всплывет, будет конкретно ответственный. Вот тогда можно вводить законы. Причем вводить законы не из российских понятий, где основной мотив, а из западных понятий, где основной ущерб. Что? У меня утекли данные, вот виноват вот этот, он мне причинил моральный ущерб на миллион, давайте с него слупим миллион. Вот тогда, и когда начнутся процессы, вот тогда это может привести к порядку. Вот технически, кстати, вот эта часть совершенно выполнима, то есть, делать так называемые неуничтожаемые реестры на блокчейне или там, на так называемых деревьях Маркла, вот, это технология известна с 79-го года. Но ты это умеешь? Я это понимаю. Вот, не то, что умею, а так получилось, мы в 70-е, в начале 80-х, ну, с начала 80-х, занимались многопроцессорными системами, ну, то, что сейчас потом называли суперкомпьютерами. Вот, и в этих многопроцессорных системах уже тогда мы столкнулись с ситуацией, что процессоров много, они достаточно умные. Ну, один из них главный. Если он выходит из строя, вся система к черту. Ну, а если это ракета? Влетает ракета, в ней куча компьютерных подсистем, но одна главная, центральный процессор. То есть, он вырубается, все, ракетка превращается в летающий утюг. Вот, как сделать систему, которая бы работала сама, без главного процессора, более того, умело сохранять, так называемый, консенсус, ну, то есть, одинаково видеть, что происходит вокруг, даже если ей подбирают, вот, и одинаково реагировать. Ну, как бы, саморегулируемая система без главного. Это и есть блокчейн, это одно из решений. То есть, что такое блокчейн? Это решение буквально трех-четырех задач. Первая, ее решили в 70-е годы, это неснимаемая временная метка. То есть, в документ можно поставить метку даты времени, которую уже не удалить. Вот это событие произошло тогда-то. Раз. Второе, придумали, ну, хэши придумали давно. Вот. Так называемый, 79-й год, по-моему, патент на Маркла на дерево хэшей, что можно так сделать, что, если у меня есть цепочка документов, я могу их так организовать, что подмена любого предыдущего документа мне ветку дерева раскрасит. Ну, точно так же, как в блокчейне, там просто корешками врастает в предыдущие. Ну, то есть, подменяешь узел, не совпадут корешки. Ну, то есть, нельзя подменить данные. Вот. То есть, ты обеспечиваешь неизменность данных. Вот. Дерево хэши, оно красивее, ну, более хорошо сработает. Вот. И третья часть, которая для этого нужна, это так называемая задача византийских генералов. Кстати, когда нас учили на спецкурсах, ну, я просто, там, сейчас еще часть аудитории растеряю, я по старой жизни майор КГБ, потом подполковник ФАПСИ. То есть, я был человек с прошлым. Так вот, на всяких спецкурсах мы это проходили. Вот. У нас, правда, она называлась задача о китайских генералах, ее потом переименовали, да, византийские. Когда наступление нужно и наступление. Когда часть, да, когда они приняли согласованное решение. То есть, все увидели ситуацию одинаково и отреагировали одинаково. Все, кто остался верными. Неважно. Ну, там, есть вариант лучше, что если все атакуют, то победят. Вот. А если все свалят, то хотя бы армию сохранят. Но самое главное, согласованное, чтобы не было разнобоя. Вот. И решение задачи китайских генералов, оно есть. Вот. И так называемый византийский консенсус. Вот. Все. Вот этих вот механизмов достаточно, чтобы сделать саморегулированную систему без центральных узлов. Вот. Но в чем была беда крипты? Вот. Ну, в ее первом исполнении. Биткоина, да? Биткоина, то, что привязывает к личности некого Сатоши Накамото и к 2008 году. Вот. Он сразу начал писать лозунги. Что мы избавляемся от государства, от центральных банков, от контролируемой эмиссии, от тотального контроля со стороны финнорганов и так далее. Вот. А на самом деле здесь нарушается один, по-моему, такой фундаментальный мировой закон. Не надо бороться со злом. Если тебя зовут бороться со злом, то это значит, что тебя позвало большее зло. Ну, условно говоря, надо бороться за добро. Если тебя пришли и сказали, вот наш мэр взяточник, смотри, документы, взяточник, пошли его валить. Это значит просто, что твоей тушкой хотят прикрыться, чтобы вместо этого мэра посадить своего брата, который еще больше взяточника. Вот. То есть нельзя просто сказать, но это все равно, как у нас все пошли, там, банда Путина, уходи, у нас гнилой мост. Блин, если мы сейчас гнилой мост разрушим, ты новый, кто мне новый построит? Я, ты. Откуда он возьмется? Давай сначала решим. Я взрослый человек, я знаю, что мост гнилой. Ну, давай, пока сделаем новый. Вот это была первая проблема биткоина в его первоначальном исполнении, что лозунг «давайте избавимся от плохого». Тем самым вместо государства возникло, с одной стороны, бандиты, с другой стороны, китайцы. Сейчас блокчейн в руках, большая часть блокчейнов в руках китайских. И это возможно как-то этим воспользоваться, да? Этим уже пользуются. Уже. То есть биткоин? Биткоин сейчас это крайне спекулятивный инструмент, который используют крупные игроки. Нет, китайцы на нем майнят, китайцы на нем зарабатывают тупо. Ну, потому что майнят. Так. Вот. А, ну, собственно, постоянные деньги зарабатывают либо те, кто майнит в Китае, либо те, кто организует этих майнеров. Это тоже их уже достаточно небольшое число группировок, которые этих майнеров организуют. Часть у них тоже восходит к китайским корням. Ну, а кроме того, биткоин, собственно, залетел из двух задач. Первый, он позволял прятать неправильные деньги. Так. Вот. Второй, он позволял осуществлять платежи из Европы и России в Китай. Вот. Китайцам это было как надо, а биткоин был классный инструмент. Так. Сейчас, к сожалению, он решает одну-другую задачу, это очень удобный спекулятивный инструмент. То есть, если какой-то банк, или какой-нибудь, даже банка не надо, там, какой-нибудь, Маск говорит, о, тема, а давай-ка я буду продавать Теслу за биткоин. Биткоин взлетает, соответственно, это самое. Маск быстренько его продает. Ну, он, он знает, ну, человек, фактически, это манипулирование рынком. Он знает, что сейчас будет. Потом, через некоторое, он говорит, я передумал, наверное, мы не будем покупать за биткоин. Вот. Все. Он зафиксировал прибыль, он там, на этом еще и заработал, он поправил дела своей Теслы. Вот, примерно такая же, вот ровно такая история была в начале года, когда один крупный, там, американский банк, не буду показывать пальцами, сказал, мы тут посчитали, биткоин вообще имеет потенциал вырастет до 100 тысяч. Он взлетел. Вот, видимо, у них были клиенты, у которых был портфель в биткоине, они его сбросили на хороших деньгах. Потом через месяц сказали, не-не-не, мы погорячились, не будет. Он, пшу, улетел вниз. Но когда-то люди знают, что это чертог, булфит, да? Нет, это точно, нет, любой, ну, допустим, в сердце Сибири, когда-то, там, 3-4 века назад, в качестве монет использовали ракушки. Вот, хотя, казалось бы, где ракушки, где Сибири, просто потому что их поделать трудно. Вот, сейчас они никакой стоимости не имеют. В Голландии тюльпаны покупали по цене особняка, вот, хотя, ну, то есть, на любой актив, если показать пальцем и сказать, вот у этого будет спрос, и какой-нибудь банк действительно спрос продемонстрирует, получится новый спекулятивный актив. Это пузырь. Вот, любой такой актив – это пузырь. Акции крупных компаний – это такой же пузырь. Ну, ты когда покупаешь акции компании, если ты попробуешь потом пожить на дивиденды, ты увидишь, что, чтобы просто отбить свои деньги, вот тебе понадобится, там, 100 лет. То есть, ты покупаешь не акцию, ты покупаешь надежду. Ну, свою надежду на то, что ты платишь, да, надежду, что она подорожает. Вот, поэтому криптовалюта, как валюта, мне нравится гораздо меньше, чем государственные цифровые валюты, которые будут, хотя они тоже плохие. Вот, ну, то есть, сейчас вместо, ну, у китайцев, у первых появятся, потом, там, у наших может появиться, вот, у индусов может, ну, то есть, несколько государств уже всерьез это разрабатывают. Это меньшее зло, кстати, чем биток, потому что он маленький, им легко, ну, собственно, сам, сам рынок соразмерен, там, с несколькими, рынок биткоина соразмерен с долгом нескольких крупных китайских предприятий. Вот, то есть, на мировой рынок, фондовый рынок этого влияния не оказывает. Это просто актив, которым можно прямо сейчас поиграть. Поэтому не надо, короче, если ты собираешься зарабатывать на прогнозировании, там, качание качелей, а рядом с ними кто-то сидит и по ним лупит, когда ему вздумается, вот, не советую. Вот, но в основе конструкции биткоина лежит механизм блокчейна, который сам позволяет без центральных узлов решать задачу первой неизменности данных, вот, второе, консенсус, что даже если треть узлов подбирает и пытается испортить, все равно данные сохранятся и правильное решение будет принято. Вот, осталось буквально два-три шага в реальный мир. Первое, надо с этим миром помириться, я не боюсь государства, я не боюсь нотариусов. Мне надо от государства и от нотариуса единственное, чтобы они не могли подменить собственный реестр. Потому что с чего начинался в свое время биткоин? Он начинался с нескольких примеров, один из таких страшненьких, один из которых был в какой-то центральной американской стране, пришел там новый царек и половина народа, у которого хорошие земли были, выяснилось, что вообще-то это земли не их. В государственном реестре они записаны за другими людьми, причем по иронии судьбы за родственниками этого нового царька. И вот с этим ничего не сделаешь, что царь может переписать свои реестры, кадастры и прочее. Так вот, блокчейн позволяет этого избежать. Я не против нотариуса, я за то, чтобы нотариус не мог подменить собственные старые записи. Все, это технически достижимое. Это, мне кажется, блокчейн следующего года, 22 или 23. Это раз. Второе, для того, чтобы это взлетело, чтобы этим стали заниматься в самой реализации блокчейна у Сатоши, была придумана херическая конструкция майнинга на основе так называемого Proof of Work. То есть, что все, кто даст свои компьютеры в поддержку системы биткоина, будут с этого получать денежки. Но эти денежки будут зависеть от того, сколько ты наработал. Proof of Work получит, кто больше заработает. Но реализация формулы сейчас примерно такова. Когда они говорят, ребята, надо считать новый блок. Я сейчас упрощаю, но суть примерно такая. То есть, как работает блокчейн сейчас. Пацаны, надо считать новый блок. Сбегается миллион компьютеров. Они говорят, значит так, сейчас мы тебе дадим задачу. Нужно перебрать все песчинки земли. Одна из них перламутровая. У кого получится, тот получит 10 баксов. Миллионы компьютеров начинают перебирать все песчинки земли. Один из них это делает первым. Он получит 10 баксов. Остальные выжгли электричество планеты. Они выжигают сейчас 37 миллиардов долларов. И электричество больше, чем потребляет Дания. И выжигают зря, они на этом не зарабатывают. Слава Богу, сейчас уже сами майнеры догадались собираться в группы. Потому что в одиночку на домашнем компе нет у тебя шансов. Причем я сильно упрощаю вариантов больше, чем песчинок земли. А там решаются переборные задачи какие-то? Там решаются задачи. Смотри, я опять сильно упрощаю. Там, когда считается некий блок, к нему надо добавить число произвольное. Оно называется нонсе. Так, чтобы этот блок стал красивым. Чтобы у него внутри вначале появились нолики. Число это случайно. Вариантов этих чисел больше, чем песчинок на земле. Формулу так составлено. Опять же сильно упрощаю. Формула отражения от эллипса. Там действительно маленькое искажение приведет к резкому изменению. Там нельзя подобрать результаты. Они реально для каждого случайны. Но беда в чем? Миллионы компов считают зря. Народ с горящими глазами. Ты не понимаешь, биток это будущее. Ты не понимаешь. Да я понимаю, самолеты это будущее. Но на самолете брать фрайт на куске фанеры с брезентом летать не надо. На таймыре в Беранге стоят внутри вечной мерзоты охладители добытчиков биткоина. На самом деле, чтобы сосчитать эти блоки, можно применять гораздо более эффективные алгоритмы, которые не требуют миллионов компьютеров. И вот сейчас чуть-чуть подождем. Может быть первый, кто догадается, это будет эфир. Они сейчас введут новую систему. Она называется Proof of Stake. И посчитать блок мы дадим тому, у кого кошелек толще. Пусть он и зарабатывает, раз у него и так бабок больше. Всегда будут находиться желающие заработать. И всегда им это будут предоставлять. Я, собственно, свой Деткоин придумал. Потому что, когда мы занимались многопроцессными системами, у нас был алгоритм. Покажем Деткоин? Давай покажем. Сейчас, sorry. Сейчас покажем Деткоин. Деткоин. Новая валюта. Вот она. Криппа будущего. Торопитесь закупать. Она будет очень дорогой. Ха-ха-ха. 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 У Деткоина две предыстории. Первая. Я когда сделал этот канал Кибердета, он взлетел чуть-чуть спустя маленькое время. Мы с друзьями были в городе Мышкин. Есть такой властный город. Я был много раз. Да, конечно. Для меня это, кстати, образец человечества будущего. Потому что это реально было безнадежное по-за жопе 20 лет назад. Они на другом берегу. Там нет дороги. Чтобы к ним добраться, нужно, во-первых, использовать паром. Во-вторых, нужно паром. Во-вторых, нужно самому себе объяснить, что я там забыл. Потому что ловить там было нечего. Но единственное, ради чего мы тогда туда поехали, там был музей мыши. Тем не менее, народ не утратил оптимизма. Сейчас, блин, там красивейшая набережная. Там тусовка. Так вот. И мы туда поехали за них порадоваться. И тоже потусить. И там на прилавке лежали монетки. И лежала монетка с мышкой. Вот такая вот примерно. Я ее взял. Мышка на меня посмотрела. И говорит, слушай, я простая мышь. У меня есть своя монета. А ты кибердет. Вроде как. Персонаж. А у тебя. Собственной монеткой. Я думаю, ее. Сейчас я жду. Вот это раз. А второе. Вот сейчас я правда не шучу. У меня был такой жутковатый эпизод в жизни. Ну, я там сдавал в Штатах, патентовал. Но когда я снял погоны, занялся бизнесом, выяснилось, что американцам надо объяснить, что за хрен с горы. И там некоторые алгоритмы я там патентовал, которые напридумывал. Вот. И среди них был алгоритм, которым можно управлять блокчейном. Вот. И я сдал заявку. Ну, так называемую provisioning application. Вот. И американцы сказали, что, ну, прислали письмо, что да, принято, но надо кое-что дополнить. И я сел в самолет и полетел в Вашингтон встречаться с юридической компанией, дополнять вот эту вот заявку. Это было 11 сентября 2001 года. То есть в момент, когда рушились небоскребы, я летел в самолете Москва-Вашингтон. У меня реально билет есть. Вот. Поэтому я считаю, что как бы это... Создатель меня сейчас не простит, если я возьму этот алгоритм не реализуем. Вот. Так что... Да, это почище, чем я улетал в день, когда была, когда была катастрофа в Иркутске, в том же 2001. Я улетал в этот день из Иркутска в Самару. Нет, ну, все равно, согласись, нет, ну... Нет, я не думаю, что там есть какой-то повод для хвостовства, потому что там, в общем, мало не показалось, когда ты начинаешь это представлять и когда это все видишь в экране, а ты только что из самолета вышел. Вот. Тем не менее, это факт. То есть у меня дома хранится, во-первых, зеленая папочка из этой юридической компании, конторы, описание этого алгоритма, что... Вот. Причем алгоритм, если его человеческими словами рассказать, он очень простой, что мы верим одному нотариусу, то есть мы все свободные и равные. Ну, все узлы, все процессоры равные. Мы ему верим, но на всякий случай мы у себя держим копию, каждый у себя держит копию реестр. И на всякий случай она заткнуто деревом маркла, то есть там хэши. Ну, ее нельзя поделать. То есть хэши... Ну, попытка поделать любую запись, там, собьет хэши. Вот. Дальше, если двум узлам что-то друг от друга надо, они собираются, зовут нотариуса, втроем предъявляют свои реестры, если они все три совпали, они сделку проводят. Ну, и она раздается всем, что в реестр добавьте запись. Если у них не совпали, даже у нотариуса, ну, возникло расхождение хотя бы у одного из трех, они созывают общее собрание, все сбегаются, предъявляют реестр и дальше же алгоритм этих самых китайских генералов. Вот. Возникает консенсус. Всем... Да, но в отличие от китайских генералов, они еще всем, у кого не совпадение, на лоб лепят красную метку, что у тебя что-то не так, иди подумай. Вот. Его можно назвать «профо-франк», то есть подтверждение авторитетом. Вот. Все, нотариуса изгнали, избирается новый нотариус, тот, через кого прошло больше сделок. Узел объявляется новым нотариусом, его реестр объявляется этим самым эталоном, все, живет дальше. Даже если потеряю половину узлов, система будет работать. Да. Никакого майнинга, никаких там миллионов компьютеров, никакого выжигания, электричества. Это было еще 2 лет назад, да? Это было... Ну, в 2001 году я подавала, придумал я его еще раньше. Вот. Я считаю, что... Все можно вложить в эту монету? Нет. Сейчас, ну, собственно, монетка фу-фу разлетается, потому что это сувенир, народ сообразил, что блин, к Новому году либо я буду башку ломать и там тысячу или две тратить, а это же красиво, к ней еще красивый сертификат, там думать это прикольно. Да блин, можно за 500 рублей с кучей проблем решить, всем друзьям раздать, а не буду сейчас. Я сейчас сделаю новогоднюю версию. Вот здесь вот зашито, это самое, мои инициалы. Я сделаю просто, чтобы тут были вместо них снежинки, что вроде зашифровано, но снежинками. Вот. Мне кажется, классно. Вот. Ну, а если серьезно, зачем я это затеваю, почему это может быть нужно? Смотри, что такое наша планета через два года. Да. Через два года ты заходишь домой, вот у тебя пищит смартфон, ты открываешь и видишь, что тебе обращается. Твоя батарея там, твою батарею в доме выбрали. Главное она говорит, слышь, хозяин, мы тут с тебя списали с твоего кошелька две тысячи рублей, не удивляйся, мы просто нажгли на две тысячи, мы посчитали. Но мы еще списали тысячу рублей, потому что это на адвоката, мы сейчас будем судиться с ЖКХ, потому что они, зараза, тебе прислали счет на десять тысяч. Ты сюда даже не лезь, мы сами разберемся. То есть в твоем умном доме лампочки, батареи, утюги, устройства будут, датчики воды будут завязаны. Я же могу про такой дом делать или не делать, или нет? Уже не сможешь, потому что ты не владелец дома, ты владелец квартирой. А владельцу дома вообще-то это выгодно, потому что компания по обслуживанию, потому что хозяева, потому что хозяева ЖКХ, которая с тебя дерет деньги за ЖКХ, в этот момент станет голеньким. Как у такси, если появился интегратор такси, он все видит. Батареи не обманешь. И для того, чтобы такие системы, то есть это станет реальностью. Через два года, то есть маленькие блокчейны, которые обслуживают маленькие замкнутые системы. В обычных домах, вот в Москве, в обычных домах откуда они появятся? Так, хозяева быстро увидят. То есть, как только те, кто занимается обслуживанием дома, поймут, что они своей управляющей компанией платят лишнего, что если я завяжу все умные счетчики, умные счетчики уже стоят. Если их связать в одну сеть, они увидят, кто неправильно тратит. У кого подтекает кран, его гораздо дешевле и проще поменять вовремя. У кого там подтекает труба. Вот в старой хрущевке что произойдет? В старой хрущевке начнут не с воды, начнут с газа. Потому что эти системы начнут вылавливать утечку газа. А это уже безопасность. А это уже интересы государства и жильцов. Хотите, чтобы у вас дом не рванул? Давайте счетчики увяжем в такую систему. И дом, который я вот сам себе построю когда-нибудь? Нет, там ты делаешь, что хочешь. Но если ты купил квартиру в многоквартирном доме, то первое, умные счетчики, это уже правда. Я почему спросил? Можно ли вообще мимо этого пройти, как стерлика? Полностью мимо этого? Нет, нет. Я не хочу пугать, но в этом есть одна хорошая сторона. Допустим, я двумя руками за умный утюг или умный чайник, который там выключится, если я его забыл. Вот, это классно будет. У тебя исчезнет проблема, что забыл дома включенный утюг. Но могу подсказать, что страшного произойдет эта умная лампочка. Вот когда лампочки за тобой начнут шпионить, что, блин, он там заперся с соседкой и свет выключил, а у меня горит. Вот, надо ему подсказать, что как бы уходишь в спальню, там выключай. Вот, это будет плохо. Потому что, ну, вот так же ты можешь сказать, а у меня есть машина, я вообще, могу я побороться с интеграторами такси? Не можешь? Вот, смотри, если я когда-то пытался для себя объяснить, ну, благодаря, опять же, мудрому Дмитрию Анатольевичу, который там нас пугал словами цифровизации, я пытался для себя объяснить, что такое цифровизация, почему ее раньше не было, а сейчас есть. Вот, ты знаешь, понял. Вот, понял я это не в Москве, понял я это в Ханое. Значит, ну, у нас там шел крупный контракт, ну, у меня, собственно, есть бизнес. Мы делаем программы, которые позволяют участвовать в контролировании интернета. Вот, эти программы покупают разные правительства, в частности, во Вьетнаме. Так вот, Ханвай, 150-180 километров от моря. Значит, ну, мы на море ездили на выходные, так работали там. И я заметил, что в Ханвай в ресторане свежайшая рыба и морепродукты дешевле, чем в рыбацкой деревне на берегу, где их только выловили. То есть, рыбак приходит с моря, тыкается в берег, выкладывает на рынке товар. И этот товар оказывается дороже, чем этот же товар, который через два часа приезжает в Ханвай. Как так? Оказалось, очень просто. Они поставили, у них есть приложение типа нашего Uber, только как такси, только не для такси, а для рыбаков. То есть, уходит с берега два баркаса, им по 50 лет, на них еще деды рыбачили. Рыбачат два рыбака, ловят примерно теми же способами, как раньше, ловят примерно одинаково. Но когда возвращаются, у одного стоит приложение, у другого нет. У которого стоит приложение, он мокрым пальцем набирает. Я поймал два тунца там по 20 кило, я поймал примерно ящик, примерно вот таких креветок, я поймал там вот такую рыбину. Там харин знает, какого вида вот фотка. И начинается матчинг, ему начинают лететь эти. Сообщая, я у тебя возьму, я у тебя возьму килограмм вот этих по столько-то, я у тебя возьму вот эту по столько-то. Если ему нравится, он нажимает подтверждение, что да, согласен. Вот там пока идет, мокрыми пальцами там, пакует в целлофан, пишет фломастером, это Васи, это Петя. Тыкается в берег, его встречает один микроавтобус, он выгружает, улов уже подписанный. Ему прилетает один платеж за сегодня, он идет домой. Человек, у которого нету приложения, приходит домой, ему клеивает жена, типа, сосед с деньгами пришел, а ты козел. Он либо должен сесть у своего дома в рыбацкой деревне, начать торговать этой рыбой среди рыбаков, либо ставить такое приложение. Внимание, внимание, вопрос. Ты собрался этому противостоять? Каждый сам поставит такое приложение. А теперь, если чуть-чуть подумать дальше, смотри, это охренительно контроль над логистикой. То есть тот, кто держит в руках это приложение, владеет этим приложением, он видит всех рыбаков, он видит весь улов, он видит спрос самое главное, он видит, что мидий просят больше, чем мы добываем, надо делать ферму мидий. Если государство догадывается на это еще посмотреть сверху, государство видит все финансовые потоки, заработок каждого, налоговую базу, попытки ухода от налогов, попытки работы на чужой карман или на чужую область. Это совершенно другая картинка планеты. Я поэтому и спрашиваю про Стерлигова все-таки. Будут ли какие-то коммуны, которые будут полностью в постарине жить, без всего вообще, без всего этого? Полностью, запрет на все. Стерлигов прав в следующем. Здесь нельзя, птичка, вот коготок попал и все пошло. Вот, то есть полностью без коготка. Вот, полностью закрытие от всего, вот этого, начиная с, грубо говоря, с некоторого момента, ничего. Не там ли, в конце концов, не рухнет ли вот этот весь цифровой мир, потому что и размножаться перестанет. Плохие, рухнет. Нет, нет, рухнется все. А в эти деревни вот Стерлигово останутся? Нет? Ну, сейчас, я попытаюсь объяснить, я чувствую, что что-то не так, пытаюсь объяснить, что не так. Я сам хочу понять, что вы тут, как бы, какая перспектива. Смотри, первое, что ты не сказал, но прозвучало, там, тремя руками за. Ну, за некие устои. Вот, что самое лучшее. Вот сейчас, когда пошел седьмой десяток, как раз, 60 лет, хороший, хороший момент, чтобы там поосмыслять прошлое. Я стал вспоминать, что вот самого хорошего было там в жизни. И вспомнил, у нас напротив дома был парк культуры, и в нем была танцплощадка. Ну, тогда не говорили дискотеки. И в нем играла музыка. Вот, и по субботам собирался народ. И я себя потом уже поймал на мысли, что если поставить камеру и поснимать этот народ, ты не скажешь. Это сороковые годы, пятидесятые, шестидесятые. То есть, поколения жили вместе. Нежными не было вот этих. Вот это бы надо вернуть. Ну, взаимосвязь поколений, ну и некую преемственность. Я говорю, что это хорошо, но это, по крайней мере, нам было в кайф. Мы ходили на эти танцульки. Конечно, конечно. И родители также. У нас моды менялись, но суть оставалась. Вот. То есть, какие-то устои, какие-то правила жизни нужны. Их, правда, надо очень сильно охранять. Вот. И для этого, к сожалению, государство и границы должны сохраниться. Ну, хотя бы первая ловушка против вот современности, свободы там новых этих. К счастью, не к сожалению. А? Что же там сожалительного? Ну, само государство сейчас, к сожалению, тоже трансформируется. В таком вещи располагается в этом Google? Нет, но просто Google превратился там в интернет-шпион с претензией на мировое господство. И государство превращается там в средства тотального шпионажа с претензией на мировое господство. Нет, просто смотри, чем плоха вот такая вот некая свобода и свободное распространение и продвижение новых идей. а вот их разрешил хорошо я за новой идеи классно там у вас у нас два пола у вас 3 до ради бога у нас сама в семье это мальчик с девочка у вас там с кем попала да ради бога но у тебя возникает соседние консультант там говорят а у нас половая зрелость наступает 12 лет все тебе надо строить забор потому что педофилия но к нам их пускать нельзя не самих монетах не их высказывание там идеология то есть такого рода то первое нужна система устоев то есть что-то во что мы верим что считаем хорошим и за них надо держаться и сражаться но не с таким фанатизмом ну то есть не доводить до фанатизма таких вот старых коммун замкнутых второе нужно четко ограждать чужое что это мое ну просто вводить вводить цифровые границы также как они на земле там человек не может перебежать также и его послание не должно перелетать но китайцы то я не очень обожаю китайцев но вот это они сделали правильно что им мозги хрен облучишь и мозги облучает только собственное правительство вот никакая сторонняя сила технически нему не может и не сможет сделать вот дальше я все-таки ну наверное в истории были какие-то эти примеры я бы их поизучал машины появились раньше не было и тоже наверное были вот такие вот диалоги что блин а чё теперь будет машина нас всех подавят там человек станет придатком машина на самом деле я могу сказать приход цифровой эпохи 1 был не сейчас цифровая эпоха уже стучалась дверь это было 15 тысяч лет назад 150 веков назад человек приручил собаку вот и появилось автономное устройство то есть автономная система видеонаблюдения автономная система сигнализации компонент система умный дом компонент системы безопасный город собака сама решала что я делать понимаю но она понимала общую задачу что она должна меня защитить но я не пытался и командовать там что я сейчас залаять укусить там обоссать убежать она сама решала вот и это нормально потом правда 150 веков ничего хорошего не происходило но тогда же получилось что рядом со мной может обитать устройство если она вот мы сейчас вернемся к этим правилам робототехники за это устройство соблюдает некие законы которые меня устраивают надо ли я понял идею вот но она очень сырая еще не додумал я на самом деле сейчас правда очень мучаюсь что я делаю я вижу мы все там летим это сортие в день и марку не туда вот нам слушай но спасибо огромное я буду продолжать думать я все объем как-то покрышим делом я думал что еще чуть-чуть и я присоединяю но там либо сам делаю кому ну либо присоединяюсь какой-нибудь существующий но надо думать дальше надо думать дальше все равно ближайшие годы там дети в школе вряд ли куда-то нет но вот там единственного чего не надо чего надо крайне избегать и стараться что в это не произошло чтобы не появлялись глобальная компьютерная система с каким-нибудь глобальным алгоритмом оптимизация ну что не знаю по использованию воды или там электричество или там производству это сам производство мусора потому что такая система очень быстро обнаружат что вот эти вот он перестанет любить людей потому что они загадили планета но на страж птица в чистом виде да и у нее возникнет красивая идея что блин и всех надо да что их на всех грохнуть и мне поставили задачу сделать планету чище я знаю решение до страж на макаре такая надпись в одном месте мой друг видел сохраним байкал чистым . убирайтесь ну что ж андрей спасибо огромное прекрасный разговор вышел да я наоборот да нет я выйду заплачу потому что я видел джоу саватеева махмалул языком целый час не стал что у нас на канале в гостях чем меня то сто раз слушали вот у тебя послушаешь меня хорошо да подходит привет всем доброй охоты